Ом Ти Ви Юэй про головне. Ом Ти Ви Юэй про головне. Даже не артиллерии, которые оттянули, а пикапы, которые шныряют, возят все остальное между этими позициями и которые пытаются ловить. Причем этих пикапов там нагнали довольно приличное количество. Бьем? Бьем. Но сегодня мы в обороне. Вот сегодня в обороне диктуют условия. Все просто. В настоящее время уже циркулирует проект новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, где содержится пункт о полной поддержке плана Зеленского. Ему нужно это все затвердить. Завтра в Рамштайне будут сформулированы сроки поставок нового оружия. Что касается американских ракет, вопрос уже решен. Они будут поставлены во второй половине октября. А немецкие ракеты Таурусбурс поставлены в ноябре. Поэтому мы должны из этого исходить, что все это уже решено, все это будет двигаться. Думаю, что каждому понятно, что любая война действительно когда-то заканчивается. Это вопрос не то, как она закончится, а вопрос о том, какую цену мы все за это заплатим. На мой взгляд, уже достаточно. Все заплатили цену. Американцы сейчас будут усиливать свои возможности, увеличивать поставки оружия. Американцы готовы пойти до конца. Украина последовательно продвигает и довольно успешно продвигает план Зеленского. Это мирный конфликтный план. Это план, который рассчитан на то, что Россия в результате политического и военного давления изменит свою позицию и отступит с тех территорий, которые... То есть он продвигает... Это сейчас, на следующей неделе, создание уже работы... На следующей... Работа механизма... Я сказал, что уже успешно. Андрей Ланецкий, а я рассказал, что управление... Работа механизма по экономической помощи Украине, рассчитанная до конца 2025 года. Это все работает. Угроза применения санкций, это, наверное, самый эффективный инструмент давления, хватит жить уже в мире идиотских иллюзий. То Соединенные Штаты у них распадутся, то Евросоюз... А почему же тогда... Олександр Скорик, депутат Харківської областної ради, уже з'является на ваших и наших экранах. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Насколько он добрый у Харкови сьогодні? Ви знаете, у нас была в ночи лише одна тревога. О 5-й године мы обычно просыпаемся в такий час. Думаю, я особисто виспався. Я думаю, что харківяни подтвердят, что они тоже виспалися. Ну и перед этим мы рассказали про то, что вы собираете на Мавики и на дрони. Это сейчас стратегично. Хотел бы подтвердить, что на фронте это стратегичная зброя сьогодні. И само ведение войны, оно изменилось. И на сегодня, например, на тей территории, окупованной, где линя фронта, на Харьковщине, а это там район, где ведутся боевые действия, это Тихо, Вовчанск, Глибоке, Старица. У врага есть дефицит боеприпасов, есть дефицит воды и есть дефицит ежи. Чему саме есть дефицит? Потому что сегодня неможливо просто взяти и привезти ежу на переднюю лінію. Потому что ФП-ведрони, насколько щельно контролируют территорию, что просто выехать на техники неможливо. Поэтому они пытаются доставить всими возможными способами. Это мотоцикли, это транспорт. Наверное, на велосипедах едут и на любом виде транспорта, на баги. А также доставляют за рахунок дронов. Сейчас очень распространена доставка ежи и боеприпасов за рахунок дронов. Но так как они в 2022 году шли колонами, шли бензовозами, шла тяжкая техника, сейчас это сделать неможливо. Потому что именно ФП-ведрони изменяли ведение войны. И сегодня забезпечить глубину лініи фронта очень-очень сложно. Поэтому стратегично хочу только подтвердить, что дякуючи цей оружии, мы можем спокойно держать лінію обороны. И в связи с тем, что логистика порушена, ворог не может просуваться, так как он хотел бы и обеспечить свои збройные силы. Поэтому это стратегичная оружия, которую на сегодняшний день, я вважаю, нужно максимально определять ей увагу. Потому что без техники, за рахунок только местных штурмов, которые постоянно на Харьковщине продолжаются, я не верю в то, что можно это делать на таком великому протяжении времени. Потому что постепенно наши войскови говорят про то, что они идут, идут, идут. Мы их уничтожим, они идут. Мы их уничтожим, они идут. Я даже не понимаю, сколько можно иметь людского ресурса, которые просто идут по трупам и по двухсотам, по своим, и идут дальше, и идут вперед. И наши войскови говорят про то, что если идёт группа, там несколько человек, и уничтожится какая-то частина, то никто не возвращается назад. Они идут все равно вперед. Они идут все равно вперед. Они идут с какой-то установкой, которая не понимает ни здорового глузда, ни инстинкту самозбережения. Ну, ничего. Ни чем это не можно проанализовать, и никак это не можно довести. Почему так? Потому что реально просто позаду их, по перехватам наших войскових, стоять заградотряди, которые не позволяют им просто возвращаться назад. Поэтому мясные штурмы продолжаются в наших населених пунктах. Но наши ЗССР очень мощно держат эту ситуацию, под контролем. Наверное, местами у нас есть просувание. Отбили в глубоком позиции. Ну, и на других землянках ситуация контролирована. Мы должны быть готовы в практическом плане, в политическом плане, в моральном и идеологическом плане, к тому, что если вдруг будет признано целесообразным с военной и политической точки зрения использовать тактическое ядерное оружие, мы должны его использовать. А такие случаи могут возникнуть. Спасибо.